Всем лайтову, Денечка или Вечерочка, с вами я Лайта и что же наверняка вы слышали о Geometry Dash. Ну, а некоторые и мои зрители даже играют в неё, и вот мы значит гуляем с другом и он мне подкидывает идею почему по мнению разобрать по косточкам несколько игр, а именно Geometry Dash и ПВЗ если что ПВЗ и я решаю почему при этом. Так, список моих игр на канале пополнится еще двумя играми, а это увеличит разнообразие и уменьшит количество моего свободного времени. Ну да ладно, в общем-то сегодня у нас будет обзор Geometry Dash. Я разберу его минусы и плюсы, а потом сделаем вывод. Ладно, а то я тут уже 40 секунд распинась. Да-да, я все считал. Поэтому не смею вас больше задерывать и мы начинаем. Итак, графика в игре сделана простенько, но со вкусом. Возможно, кого-то будет отталкивать подобная графика, но не меня, она мне очень нравится. Ну а лично я очень даже люблю такие 2D-шные игры. Что-то в них такое есть, завораживающее и интересное. Но при этом игра не лишена каких-либо деталей. К примеру, некоторые элементы декора меняют свой цвет в зависимости от цвета вашего кубика. И это, как по мне, очень интересная механика. Правда, это будет иногда очень мешать креаторам, когда они хотят сделать одно, а получается совсем другое. А еще мне очень нравятся спрайты, которые исходят от кубика. Как при пробивши, так и при обычном касании, катании. Я не знаю, что как это назвать. Поэтому лично мне графика нравится. Ей я ставлю плюс, и это является одной из визитных карточек игры. Но не так, как наш следующий критерий. Музыка, музыка и еще раз музыка. В игре ее очень много, и она вся уникальная и разнообразная. Ну, конечно, да, бывает куча уровней, где музыка повторяется. Но в основном музыка здесь просто прекрасна. Вот давайте я вам просто включу, допустим, Dead Locked. Ну, разве это не прекрасно? Правда, есть некоторые мелодии, лично из-за которых мне хочется, ну, как минимум, закнуть уши ватой. Примером из таких мелодий является Endgame. Звучит так, как будто в вентилятор засунули какой-то процессор, и он там начинает лагать. Но такие музыка в Геометре Дэш в основном очень хорошие. Да и к тому же, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то может не нравиться Dead Locked, а нравится Endgame. Я просто высказал свое мнение. Ой, геймплей. Это, наверное, то, из-за чего Геометре Дэш полюбили. Он здесь может быть как суперказуальным и легким, так и просто каким-то рубиловым за каждый процент уровня. И, как я уже ранее сказал, в игре есть уровни. А уровни есть что? Правильно, уровни сложностей. Самый легкий уровень со сложностью авто. Затем easy, normal, harder, hard, insane, demon, easy demon, medium demon и insane demon. А еще extreme demon. Собственно, с этим покончили. Теперь давайте расскажем про суть игры. О сути защитить кубик. Который может катиться, прыгать, летать и много чего еще. Вы спросите, как он этого добивается? А с помощью порталов, которые будут превращать нас в разные вещи. Это, соответственно, кубик, геймплей вы видите на экране. Также робот, который как кубик, просто вы можете регулировать высоту прыжка. Уфо это летающая тарелка, которая может прыгать бесконечно, сколько вы захотите. И передвигается она наподобие кубика. Только может это делать еще и в воздухе. Вот кто нас специализирует по полетам, так это корабль. При нажатии он взмывает вверх, а если вы отпустите, то наоборот вниз. Он это делает плавно. А еще плавно передвигается по уровню пила. Она аналогично кораблю передвигается вверх-вниз при нажатии. Но уже не будет это делать так плавно. Ведь ей нужна какая-либо поверхность, чтобы, ну, скользить. А вот кто передвигается вверх-вниз по уровню очень быстро, это паук. При нажатии он тут же телепортируется на другую часть уровня. То есть на верхнюю его часть или на нижнюю. А еще есть волна. Это смесь кораблика и паучка. А еще на уровнях присутствуют орбы. Это что-то по типу порталов, но у них кардинально различные вещи. Есть орбы, которые меняют гравитацию. Есть орбы с деблджампом. А есть орбы, которые просто уносят вас в ассортосферу. А еще на уровне есть препятствия и декор. Соответственно, препятствия это всего возможные плиты, шипы, кирпичи и много чего еще. К примеру, пиво и шестеренки. Декор это в основном неосъязаемые вещи. Собственно, из всего этого и разрабатываются наши уровни. Почему я сказал наши вместо того, чтобы сказать уровни в игре? Все очень просто, ведь помимо разработчиков уровни создает наш следующий критерий обзора. Комьюнити в Geometry Dash очень творческая. Ведь именно благодаря уровням от комьюнити Geometry Dash еще жив. Игрекипы насоздавали уже просто тысячи своих уровней. И у них всех свой геймплей. У кого-то он может быть суперсложным, у кого-то суперкрасивым, а кто-то я. Который кроме декора толком-то в уровнях и не шарит. И вот я разобрал уже все плюсы игры. Теперь приступим к минусам. Итак, что я имею ввиду под минусом информации? Ну, начнем с того, что как только вы заходите в игру, она вас не предупреждает о том, что здесь присутствуют яркие вспышки и резкая смена цветов. А то, что я сейчас сказал, очень пагубно влияет на эпилепсиков. Еще один минус информационной составляющей игры. Банально то, что здесь нет других языков помимо английского. Да, английский это международный язык. Но что делать с тем странам, которые не являются англоязычными и плохо разбираются в английском? К примеру, я, который просто обычный школьник, который просто учится английскому языку. Официальный контент игры. Наверное, ее главная проблема. Да, когда игра только выходила, разработчики постоянно выкатывали какие-либо обновления. Но, вот уже сколько мы лет ждем в 2.2? Правильно, 5. Да, конечно, выходили новые части Geometry Dash. Но максимум там в них было уровней 10. И игры проходились очень быстро. Но официальная, самая главная версия Geometry Dash так и оставалась без обновления. И вот знаете, я просто не понимаю смысла RobTop. То есть для него, вместо того, чтобы сделать просто обновление и загрузить его в игру, нужно сделать просто несколько отдельных игр с как раз таки этим обновлением. А вот основную часть Geometry Dash оставить такой же, какая она и была. И только светлая половина комьюнити оживляла все это новыми уровнями. А да, у комьюнити есть светлая сторона, которая является плюсом игры. Но есть еще и темная сторона, которая логично идет в минус. Итак, темная сторона комьюнити Geometry Dash. Ну, начнем, скорее всего, с агрошкольников. К таким игрокам обычно относятся люди 1-3 класса. Ты им попробуй хоть что-то плохое сказать об игре, так они сразу же полезут писать какие-то злые комментарии, может даже угрожать или полезть в драку. Но обычно такие люди приходят к банальным оскорблениям, которые даже не задевают, а просто больше смешат. Но если ты случайно ошибешься в жанре игры, то они тебе очень хорошо и доходчиво, в основном очень громко, расскажут о том, какой же это все-таки жанр у игры. Еще к темной стороне игроков Geometry Dash в основном относятся те, кто очень-очень любит поссорить комьюнити игры в каких-либо чатах разных соцсетей. Тем самым они ссорят друзей и много чего еще делают. Итак, с плюсами игры мы разобрались. С минусами только что тоже закончили. Поэтому пора что? Правильно, делайте выводы, хорошая это игра или же нет, и стоит ли в нее играть. У игры много хороших и весомых плюсов, но также есть три очень жирных минуса. Но благодаря хорошей картинке и не менее хорошему звуку, я все-таки решил более-менее подробно разобраться в игре. И знаете, вполне хорошая игра. Конечно же, у всех игр есть свои плюсы и минусы. Но плюсы, как по мне, здесь как и в большем количестве, так и более весомые. Которые лично мне помогли приобрести более-менее приятный игровой опыт. А то, как я его приобрел, вы можете увидеть в одном из моих следующих видео. Да-да, я буду снимать Лосфлайп о Geometry Dash. Поэтому я тоже хотел, чтобы вы получили этот опыт игры и поделились им со мной в комментариях. Игра хоть и не из легких, но действительно хорошая. Поэтому советую ее скачать. Что же, а на этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то поставьте лайк и подпишитесь. А с вами был Лайтер. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok